Короче, на Е3 познакомились с чуваком, я тебе писал в Телеграм об этом, по имени Энджело. Он работает в Голливуде, актерским агентом. Это выяснилось уже позже. Все началось с того, что мы приехали к товарищу, кое-зачем, чтобы потом пойти смотреть на океан. И тут стук в калитку, такой огороженный дворик. Стук в калитку? Да, стук в калитку. Алло! Алло, парни, не орите, короче. Мы такие, о, типа, извините, извините, хотите зайти? Заходит, реально, мужик, 41 год, высокий, спортивный, ну, живет на Венесбиче, все время играет. Видите, я сразу определил, ему 41. Он потом и сказал. Ну да. Да. И это, он такой, говорит, вот вы орали там, я живу через улицу, там, туда-сюда, ну, вы, типа, такие, вы что, реально русские? Пятеро русских. Ему звонит жена, он такой, говорит, а что, у вас пива нет больше? А у нас реально была из серии, одна бутылка Нью-Кассел на пятерых, мы не собирались бухать. Он говорит, ну, пойдемте ко мне. Я понял, почему он удивился, вы точно русские? Сидят одна бутылка Нью-Кассела на пятерых. Да, да, да. А он говорит, ему звонит жена, типа, каждые, там, типа, пять минут, она в отъезде была, мы такие, понятно, теперь почему ты в дерьмо пришел, блядь, делать нам замечания. Вот, и это, он говорит, дорогая, я тут, типа, с пяти русскими, они меня-то, там, обижают, там, взяли меня в заложники и прочее. Он говорит, я так удивился. И, короче, он говорит, погнали, типа, ко мне. Мы такие, нам завтра надо вставать, поэтому сейчас просто заходим, берем пиво и идем обратно во двор. Ну, какая разница, ты же через дорогу живешь, типа, ладно, заходим. Он, знаешь, нас так заталкивает в квартиру к себе, закрывает дверь, говорит, ладно, мы же только что пришли. Мы такие, не, 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 чувак, типа, не надо, не надо. Он говорит, я три недели назад женился. Мы такие, так. Он говорит, мне на свадьбу подарили 18-летний скотч. Будете? Мы такие, блядь. Ну, и все. Букарев такой, ты просто не представляешь ему, говорит, что сейчас начнется? Не делай этого, не делай этого. Вот, ну, и, короче, мы все это сделали. Вот, ни в какой двор мы не пошли ни с каким пивом. И часов до четырех у него зависали. Это была единственная вечеринка на Е3, которую мне довелось пережить. Не было ни дискотеки варгейминга. Почему? Не организовывали? Да. Их не было. Да? Не было варгейминге. Первый раз в истории. Это историческое Е3. Не было пати варгейминге. Не было пати никакого на Е3. Да, то есть даже у этого, даже у Коконюка. У Эксола. Вот, не было никакого. Эксола не праздновала, короче. Ничего не было. В этом и прикол, что Е3 это, типа, всегда же такой, ну, праздник. Потому что ты приезжаешь туда, работаешь день, а потом то, что мы обсуждали в предыдущем выпуске происходит с тобой. Блин, надо было ехать тогда мне. Чего же я остался? Ну и чего? Да им все. Ну, то есть. Все, Е3 обсудимые. Мы придумываем. Все, да, погнали. Да. Я обожжу. Ну, встретился, ну, во-первых, много комментариев было в прошлый раз, что типа, длинное вступление. Длинное. А я слышал вы и другие эти вы. Да пошли, не нахуй. По поводу того, что жуете, не уважаете. На х**шу. Да, да, реально. На х**ди. Не, реально. На х**ди. Окей. Сходи. Прямо, мы сейчас за стеной взайди на х**. Сходи на канал Антона Ломова. Навести х**. И там вы узнаете, что такое есть, курить и ходить на х**. И ходить на х**. В прямом эфире. По первой просьбе. По сместку на х**. Всем привет, это 33-й выпуск подкаста «Отвратительные мужики» на DisgustingMan.com. Представляете себе, 33-й. На легендарной кухне собрались Виктор Зуев, Георгий Добродеев и Петр Сальников. Значит, мы сегодня обсуждаем, например, футбол. Например, игру престолов. И, например, Е3-2016, с которой я пару дней назад вернулся в полном, например, физическом аду, называется. Извините, я просто еще после Е3 поехал в Питер играть концерт. И по Е3-е-3 еще. Я после этого мероприятия разговариваю как паук. Потому что вокруг меня очень много людей было в эти дни, которые разговаривают как паук, называется. Дико, например? Да. И поэтому сегодня будет паука-подкаст. Ну ты же рокер, нормально. Слушай, ну я-то рокер, а ты футбол смотрел вчера. Витя опоздал. Я говорю, у меня в 6 встреч, а приезжай пораньше. Приехал в 5. Нормально. Почему? Тебе так понравилось смотреть на это? Нет, мне абсолютно не понравилось. Хотя, в общем-то, было все предсказуемо, было ужасно. Только предсказуемое ужасное зрелище. Ради которое вы собрались. Позорище сраное. А что все интересно? Да, но там, короче, там был Уткина встретил. Вот. Там был момент такой забавный, что называется. Такой, мозг устаял 100%. Это когда заходишь в паб посмотреть футбольчик, а там Уткин комментирует. Вживую. А, то есть он работал на пол, он не просто пришел посмотреть. Он сидел и работал там. Он не может просто так смотреть футбол. Несколько раз так. Процент с бару он там отрабатывал. Процент с бару. С бару, да. Это было забавно, хотя, честно сказать, на троечку работал. То есть комментировал, можно сказать, по фразе раз в 5 минут. Я не шучу, примерно. Ну, то есть там, едкие шуточки отпускал. То есть, не те, которые в эфире. То есть в эфире ты никогда не услышишь такие комментарии. Поскольку он там шутил, надо сказать, по делу. Но делал это реально раз в 5 минут. С матерком? Нет, без матерка. Все в рамках приличия. Но, еще раз говорю, достаточно такой сленцой. То есть мог бы говорить как бы почаще и круто. Но, опять же, мы за это не платили. Во-первых, говорить было не о чем, естественно. Там нужно было скорбно молчать на протяжении всего матча. Стоя. Стоя, лежа, лучше. Но, в общем и целом, изи-мания, я считаю, для нашего друга. Другое дело, что мы за это не платили. Поэтому я не могу высказывать никаких претензий. По большому счету, поучаствовал в таком празднике жизни. Но самое забавное, что после этого действия, а мы решили пить по врезочке, по врезочке так называемой, по егермейстеру после каждого гола. А получилось, что, короче, валиться, но забивали 3. Так что 3 врезочки было бы как минимум, а потом еще 6 просто в охоточку. После этого дела мы с Лялей едем в Нур. Естественно. Естественно, да. Приезжаем в Нур, и там Уткин. Не шучу. Да. Смешно. И там была история, что Ляля что-то... А, и Уткин при этом не пил. Потому что Ляля подошел, и мы, естественно, с каким-то коктейлем, типа, Василий, давайте... Угощаю. Угорим. Василий не пил, общался с какими-то своими фанатами. И поскольку я был бухой, я все забыл. Но там был какой-то реально трет. И Ляля каким-то образом реально... Вот мы это запомнили. Единственное, что мы запомнили с Лялей, это то, что каким-то образом он поддел все-таки Васю. И Вася не смог своим комментаторским вот этим вот языком многоуровневым выкрутиться. То есть у них была какая-то словесная такая дуэль. У кого с кем? У Ляли с Васей. Да, у них была словесная дуэль. При этом такая, ну, беззлобная такая, дружественная, веселая. Такой барный разговор. Но Ляля каким-то образом реально уделал Васю. Это то, что мы запомнили. Но поскольку мы уже были в полное говно, это когда мы уже уходили из НУРа. То есть это было часа в три. Но, тем не менее, проснулись с ощущением все-таки какой-никакой, но победы над Василием Уткиным. Спасибо ему. Все, что я могу сказать о Евро-2016 на данный момент. А так, главный вопрос. За кого болеть после? Это всегда задают его наши болельщики. За Венгрием. Кто прошел? Венгрием прошли? Вот, вот. У меня как раз два файта. Это Исландия. Потому что это просто вообще-то... Йогуртсон, Варфордсон, Морфордсон, Йогуртсон. Йогуртсон? Любую. Назови любое слово, добавь сон. Это будет исландская фамилия. Играет викинги. Играть в футбол не умеет совершенно. Но и наши не умеют играть. Но при этом, сука, еще сражаются, в отличие от наших викингов. Поэтому Исландия и Венгрия. Потому что вратарь Кирай в этих своих трениках... Кирай? Кирай. Припасено. Литрушечка, наверное. Просто так. То есть летит такой... Оп! Да. Вот. Он еще прославился тем, что у него есть уникальные, по сути, штаны в футболе. Уникальные штаны. Представь себе треники, такие растянутые. Но которые заканчиваются где-то не доходящей колотки. То есть вроде как бы длинные... То есть это не шорты, это штаны, но которые заканчиваются где-то в самом неподобающем месте. Для штанов. Для штанов. И эти штаны... Леггинсы. Вот что-то вроде. Только при этом это треники, которые еще, знаешь, такие болтаются. Да. То есть они не обтягивают. Вот как леггинсы, именно. За эти штаны... Капри это называется. Он получил... Стоп, удов! Реально, 98-й год. Капри. Вот, 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 вот. За эти штаны он получил прозвище тракторист. У себя даже на родине. И он их не снимает. Вот сейчас, если вы включите евро на сборную Венгрии, вы увидите Кирая в этих штанах. Но тащит, сука, и это работает. Поэтому... Мне всегда нравятся вот такие люди, которые нахуй вас, короче, будут носить, короче, не знаю, шлепанцы в носках. Потому что могу и хочу. И то же самое здесь, короче. Буду носить штаны 98-го года. Срать на вас хотел, они счастливые. Как Майка Кри 2004. Причем я не уделюсь эти штаны 98-го года тоже. Именно выпуска. То есть им там сколько ли? 20 лет. И, тем не менее, он тащит все дела. Люба, дорога, смотри. А что Венгрия-то вообще? Вообще лидеры группы. Да, правда? Да, я тебе говорю просто. Австрию. Был матч Австро-Венгрия. Да, да, да. Кому? Там есть картинка. Да, была картинка, где Франц Фердинанд, да, такой император Австро-Венгрии. Австро-Венгрия, да. Австро-Венгрия играет. Против кого? Вот. Уделали австрияков 2-0. Так. Вот. Сыграли с Исландией в ничью, но это был антифутбол, потому что и Венгрия, и Исландцы играть не умеют. Я как раз ехал на дачу в этот момент, и комментаторы Спорт-ФМ... И думал о том, как они не умеют. Нет, да, комментаторы Спорт-ФМ уже не могли найти повода для шуток, слов не могли найти, комментариев не могли найти, чтобы комментировать матч Исландии-Венгрия, потому что обе команды, они обе команды-разрушители, то есть играют, ну, от обороны на контратаке. А поскольку и та и другая команда сидит в обороне, то есть 11 человек, 11 человек там, они реально просто пенали мяч туда-обратно. Вот. Если бы там не левый пенальти, который поставил, кстати, наш судья, там выступает российская судейская бригада, и уже шутит, что она забила больше голов, чем сборная России, там сколько? Половину пенальти назначила наша, за все евро назначила наша российская бригада. Вот. И, значит, судья Карасев назначил пеналь, потом в итоге разыгрались, Венгрия... Пеналь. Да. Ты украл мой пеналь. Венгрия забили, но, в общем и целом, реально унылищие ничья, но, как только, как только против Исландии и против Венгрии играют нормальные команды, как Исландия играла с Португалией, с Криштианом Роналду и прочее. 1-1. То есть, короче... Витя, мне кажется, тебе надо комментировать футбольный матч. Сколько же матчей будет в чемпионате? Да, б***я. До 10 июля, пацаны. Это же не важно. Паркник футбола. И вы не думайте, что наши фанаты уедут сразу за наши сборные. Они останутся там и продолжат мстить веселье. Хмалят новую серию Игры Престолов. Вообще огонь. Я так понимаю, ты сегодня хотел посмотреть, но сорвался назад. Нет. Мы сели и посмотрели. Поэтому ты опоздал. Это уложительная причина. Согласен. Потому что я смотрел последнюю серию Игры Престолов. Это... Там такой огонь. Наконец-то. Наконец-то. Впервые за 6 сезонов мы увидели всех трех драконов в действии. Они уничтожали флот. Да ладно, впервые? Ради этого надо смотреть вот это говно на 800 серий. По сути, по сути, драконов в бою... Ну, там были кое-какие моменты. Да они росли. Там были кое-какие моменты. Там уже маленькие. Драконы уже сжигали, действовали на арене. Людей чуть убивали. Но вот в битве, прям вот так вот, в открытую прям битве, мы увидели впервые... Как юниты. Да, это, конечно, круто. Я вообще удивился, почему Дайнерес все еще сидит, короче, у себя в Мейрине, в этом сраном. Когда у тебя есть драконы, тебе не нужны корабли, тебе не нужна армия, сука ты, крашеная. Ты садишься на тот дракон и летишь в Вестерос. За шаурмой. И просто половина Вестероса тебе присягает. Зачем тебе... В Вестеросе просто нормальная шурма. Зачем тебе везти, короче, самовар, короче, свой в Тулу. Не надо. Садись на драконов и лети, если ты так хочешь. В Тулу за самоваром. Да. Но мне кажется, что вся эта история все закончится плохо, потому что это настолько ультимативный. То есть, главное, что я узнал, что Дайнерес еще жива. Да, в Энезис-то, да, жива. И уже заебала, если честно. Она все заебала еще два года назад, по-моему. Вот. И она продолжает заебалась, потому что ведет себя как бешеная сука, только еще с драконами. Классно. Я уже, честно говоря, уже начинаю переживать, сопереживать, точнее, белым ходокам, потому что я понимаю, что это единственная сила, которая может остановить бешеную суку с драконами. Я очень надеюсь, что они закончат ее, потому что, скорее всего, именно это будет эпичная битва в конце. Ну, то есть, Песня льда и пламени, то есть, мы понимаем, драконы против белых ходоков. Но я буду, получается, уже за белых ходоков. Нормально. В конце концов, потому что заебет. Очень люблю. Это единственный, на самом деле, сериал на моей памяти, который я смотрю по серии, когда она выходит. Я не могу это терпеть, как обычно это делаем. Терпим, смотрим. Сезон. А потом сезончик на выходные. Нет. Это невозможно терпеть, невозможно сидеть, хочется смотреть. Прямо вот вышла серия, ты уже бежишь, короче, смотришь. Единственный сериал реально вот в моей жизни, наверное, который, ну, возможно, Вавилон 5 я так еще смотрел. Окей, Вавилон 5, да, я смотрел именно так. А я так дежурно-аптеку смотрел. Бежал каждый вечер. Да, дежурно-аптеку. Дежурно-аптеку, да, да, да. Друзья, перейдем к Е3, например, да? Называется. Да, перешли. Перешли. Смотрите, Синий Американец, это первое приключение на Е3. Остальные приключения на Е3, которые стоит на самом деле обсудить... Ты хочешь ручку Цивилизация 6? Твоя. Забирай, забудешь, 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 я спрячу. Вот, да, это реакция Георгия на ручку Цивилизация 6. Да, у меня ручка сейчас слышали. И блокнот Цивилизации 6, но блокнот я пообещал племянницу. Да, хорошо. Опа. Значит, главное открытие выставки для меня это порно в виртуальной реальности. Я считаю, что не стоит медлить, обсудить надо именно это. Давай. Да, я все гадал. Во-первых, как устроен стенд на Ути Америка. Будет ли там какая-то приватная комната? Уютная зона, где можно надрачивать на тех, кто смотрит в шлеме. На тех, кто. Наоборот, тем, кто. У тебя комнат не хватит, потом можно надрачивать на тех, кто надрачивает на тех. Ты понимаешь, что можно там заставить комнатами до самого входа. Так, более того, это можно было обставить в виде партнерства с каким-то банком спермы или медицинской организацией. Типа, и в конце вручить... А? В Петре умер, не умер еще. Еще не умер, в смысле? Но маркетолог... Да, наоборот, они тебе показали, что это не дрочильня, это искусство. Нет. Опа. Это не искусство. А не наоборот, это дрочильня. Это супер-дрочильня. Это супер-дрочильня. Это не дрочильня, не дрочильня. Это супер-дрочильня. Это супер-дрочильня. Я чуть позже объясню, почему. Я все думал, что... Представь себе, ну, то есть... Почему бы? По итогам трех дней, там, самому, значит, продуктивному дрочеру вручают хедсет Samsung Gear VR. Неплохо. Неплохо. И, типа, ты еще и стал донором спермы. Самый эффективный дрочиль. Подчерт, подчерт. И, да, и значок донора спермы, например. Ахуеть, что это с C3 с этим значком? И такой, окей, хоть где-то я преуспел. Да, да. Там какой был шлем? Наконец-то меня признали. Там около... Samsung. А, Gear VR. На самсунговский стенд я тоже сходил, но там такая шла и... Я только на роллер-костере покатался, так, с X-Fly. В этом, в метрополисе, в Москве можно тоже это сделать. Короче, роллер-костеры делают все. Это очевидное говно. Так-так, VR пока так используется исключительно. Опа. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Звук перемотки кассеты, практически. Да, 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 это был он. Вот. И, значит, или я думаю, наоборот. Они, например, стоят, ну, стоит народ в очереди. И у всех стояки, короче, и из тебя делают посмешище. Хорошо. Оказалось, мне, во-первых, все. А если девушка в очереди стоит? У девушки тоже может быть стояк Эрекция клитера А что она может сдавать? Экзамены, я не знаю Много чего Это сексизм Значки получают только мужчины Вот поэтому, видимо, и не было ничего Понятно Только вдобавок ко всему Все, что происходило внутри Самой виртуальной реальности Это касалось От первого лица мужчины Что тоже сексизм Ну и *** с ним, отлично Значит Что показали Четыре сцены различные В первой Ты занимаешься сексом с огромной бабищей Ну то есть я в том смысле Что ты надеваешь очки И такое чувство, что она реально сидит у тебя прямо на ебете Ну реально здоровая баба В натуральной личине Представь себе Как тот чернокожий чувак This is intense Вопрос Она огромная реально То есть там пропорции нарушены Нет, они не нарушены Или просто Они натуральные Я думаю, что это просто первый Когда ты надеваешь У тебя есть определенный переходный период И ты пытаешься привыкнуть к этому новому Тебе все кажется огромным Потому что оно большое Оно все в ебете лезет Оно же VR Да, ты же вертишь башку Я понимаю Ну то есть Носися смотришь Голову поднял На пищу посмотрел Голову опустил Вот Ну в смысле На ее пищу И на типа воображаемую свою пищу Почему? Потому что у тебя такого огромного Нет Огромный прямой Ну в смысле Дженерик Так сказать Стрейт дик Дженерик Умеренно волосатый накачанный торс Не Шварценеггер Ну такой подтянутый мужик Который практически Он ничего не говорит Не стонет Не мычит И руками практически ничего не делает И значит Телки вокруг него Этого Пищуна Так сказать Устраивают оргию А ты прям реально Следующий эпизод А ты можешь условно Оглянуться назад Да, да Можешь оглянуться назад А там все черное Там все черное Там нет ничего Ничего нет Ну это пока Ну пока нет Ну а зачем? Нет, а как ты думал Круто Такой оглянулся назад О, бар Такой Иди на нахер Я пойду попью Именно, именно Или просто То есть во время сексуальной сцены Ты встаешь И уходишь в соседнюю комнату Да Отдай хуй Я просто лягу спать Пожалуйста Короче Я включил серию Вот И включить телевизор Это вообще Это уже ГТА Это будущее И посмотреть новую серию Драгонбол Супер Да Значит и баба вокруг Первый бьешь их Отойди От экрана Дура Там сейчас будет Супер Саян Первый эпизод Это одна девушка Второй эпизод Это три девушки И начинается все с того Что одна из девушек У второй Вытаскивает из ануса Шарики Которые Которые Выскакивают Щелкают Да И она вытаскивает Типа три штуки Так Это странно Ну потому что Ну потому что На это смотреть странно В очках виртуальной реалии Я имею ввиду Что в принципе Это конечно не странно Георгий Это окей И даже здорово Я думаю что не для этого Гагарин в космос летал Безусловно Безусловно Нет не для этого Вот черт И следующий эпизод Это что-то там уже Какой-то вообще Свальный грех Мне очень понравилось К сожалению К сожалению Сессия была короткая И я не смог понять сюжет Но все что я увидел Все что я увидел Это прям Турбо Я считаю что Это надо покупать Не важно Что я считаю На самом деле Известно просто Что Мы об этом писали кстати А что надо покупать Да Объясняю Мы писали об этом Дискет Что как только Порно Выходит На Неком Медиа Эта медиа Сразу же становится Востребованным Так было С DVD С VHS Со всей хернёй С интернетом Здесь наоборот Я считаю что Порношники потеряли Хватку Обычно Просто парношники Приносят всем остальным Этот формат А здесь этот формат Уже как бы Напоятно Уже все все сделали На нем На самом деле Да и на самом деле В том тут все и дело Что во-первых А мне кажется наоборот Обоюдонаправленное движение Потому что Потому что То что во-первых Все что я видел в VR Ну это Ухуй Да И все Кто сходил На PlayStation VR Они все говорят Ну Порно будет Хуй знает Но не все видели порно Короче вопрос Вопрос в контенте Вот Они принесут новый контент Это первое Потому что честно говоря VR У меня такое ощущение Другое дело Другое дело Другое дело Другое дело Что порно Вот это вот Для того чтобы смотреть Достаточно Картборда Тебе не нужно покупать О**евшие очки Окулус VR И смотреть это На О**евшем компьютере За там 700 тысяч рублей Технология пошла в народ Да Не важно Но Но Обычно это происходит С подачи парношников А здесь парношники Вскочили на поезд Уже когда Соответственно Это все пошло Ну и второе Там сейчас Народ это пока не пошло Там сейчас Пошло это Картборда Магазинов В Яндексе VR шлемов Больше чем Я не знаю Волос у тебя на жопе И второе Наверняка И второе Это то что С выходом порно На очках Виртуальной реальности Качество порно Именно этого Вырастет Потому что Там не будет Вот этого Огромного количества Скама Типа там Какие-то любительские Видео и прочее Это будет Чисто студийный контент То есть Все будет Оплачивая подписку И покупая Очки виртуальной реальности Для того чтобы смотреть порно Ты получаешь некую гарантию Того что это будет Качественный Визуально Новая платформа То есть так как Это по сути Ну грубо говоря Следующая Это не следующая Итерация носителя Следующая итерация телевизора Ну да В принципе правильно У тебя есть новая То есть по сути Посредника Да Да мы можем Мы можем рассматривать Шлемы виртуальной реальности И контент для шлема Виртуальной реальности Как вообще Новую платформу Медийную А платформа Как известно Себе Так сказать Откладывает Некоторую часть бабла Которую ты Зарабатываешь На ней И другая проблема Которая собственно И обозначилась На этой E3 Что все-таки Будет конкуренция VR шлемов Да Это вот то Чего все боялись И все думали В чем боялись Наоборот Естественно Оно же должно Как-то Извини Стать Так же Я понимаю Я понимаю Да Да Но нам сказали Нам сказали Да Но нам сказали Что Fallout VR Будет для чего Только для Для HTC По-моему Да Но рынок слишком маленький Это тебе не Это не кажется Ну это ужасно Ну это ужасно То есть Ну ты сидишь с околосом Это опять Эксклюзивы У тебя не будет Fallout VR Это разные платформы Нельзя просто Купить себе Просто шлем И думать Что теперь все игры Будут на нем идти Нет Они будут затачиваться Исключительно Под определенную платформу То есть условно Если у тебя есть шлем HTC Вай То ты будешь играть В определенные игры Да А с околосом Другие Да А с околосом другие Я буду Но при этом Да Но мы говорим О платформах Которые стоят Под сатен Да ладно Да Все равно Я думаю Что Это все Сведется Во-первых К мобильникам Потому что На текущий момент Уже все Ну Уже все Что Подключать VR К мобильнику Не Ну типа Шлемы Сам Шлем Самсунг Грубо говоря Да Он решает проблему За там 30 тысяч В покупке HTC Vive И так далее При этом Давай То есть VR на текущий момент Для того Чтобы это все Ну Преодолеть Именно Технологическим компаниям Которые занимаются VR Им нужно еще Какой-то прорыв Делать Который мобильник Не сможет Заткнуть Скажем так Сейчас все У тебя Ну как бы Хочешь сказать Что типа 30 тысяч Никто не знал От Самсунга Он равносилен HTC Vive Нету У Самсунга Нету За 30 тысяч Шлема У них есть Один шлем Он стоит 8 тысяч 100 баксов Он стоит Грубо говоря И ты хочешь сказать Что это Абсолютно аналог Это не абсолютный аналог Но грубо говоря Если ты не искушен То есть мы говорим О популяризации платформы Правильно Если ты просто хочешь Порево смотреть Тебе достаточно Деревян А большинство Судя по интернету И его Хотят смотреть Порево И его наполненности Все хотят смотреть Порево Жает как можно дольше Главное чтобы снимали Для него И все Опять же Это вопрос Вышла игра для VR И у тебя следующий вопрос А для какого И ты смотришь на свой VR Так как это требует Это кал Нет Это кал Как бы для мобильных платформ Там будет написано Если для мобильных платформ Это одна мобильная платформа Ты вставляешь в Samsung VR Не в Samsung VR Короче Все у тебя более или менее работает Короче Вот в эту копилку То что Витя говорит Я встретился с чуваками Которые раньше работали В компании Fibrum Это вот эти молодцы Которые за 8 тысяч Продают Силиконовый чехол Для этого мобильного телефона Силиконовый VR чехол Хороший маркетинг Хороший Силиконовый VR чехол Так вот Чуваки оттуда уволились Всем я их поздравил И они сейчас занимаются Знаете чем? Они занимаются Решением вопроса Стриминга С любого С любой платформы На любую платформу То есть так Чтобы как раз Твой вопрос С вот этим У меня HTC Я хочу рифт там Ну и прочее Чтобы его решить Кто-то этот вопрос В любом случае Поднял бы Понимаешь В какой-то момент И вот пожалуйста Вот такая Каналы с VR контентом Каналы с VR контентом И без необходимости Покупать дорогой ПК Для того чтобы играть во что-то Да то есть по сути То что игровая индустрия Типа делала Не знаю Какое количество времени Больше там 30 лет Ну Платформы для Клауд гейминга Если вы смотрели Наши видеодневники Три выпуска С Е3 Там Очень много VR Это было парня Да Очень много VR на выставке Было Реально Очень много Каждый Пидор Считал своей Обязанностью Поставить Что-то с VR Какие-то Ноунеймы С VR И Ну то есть Вот Samsung Я покатался на Роллеркостере Поиграл в какой-то Шутер с Космическим корабликом Да стандартная Управлять башкой Короче Или там Устает Устает В том-то все и дело В том-то все и дело Или там Знаешь Серии Шутеров В котором ты можешь Типа крутиться Но не можешь Ходить Это чушь Это какой-то Полуфабрикат У нас будет поколение Людей У которых будут Очень крепкие шеи Очень много Вот от Samsung Где качество Более-менее До каких-то вообще Я хер пойми Что это такое Какие-то мыльницы У людей на глазах Но Все идут Смотреть VR Обязательно Всем очень любопытно На скейтбордах Кто-то едет в VR Сука в кресле сидит Что-то делает И непонятно Что с ним там происходит То есть VR прям вокруг него База Такой что называется Самое интересное Никакого же Коммерческого Грубо говоря Применения Пока Кроме продажи шлемов То практически нет Пока нет Но Что больше всего Здесь интригует Это Опять же У нас про это Была колонка Что Скорее всего Твой PlayStation VR Охренительный Будет через месяц-два Валяться на балконе Посыпанный горой PlayStation Vite Кинектов Покрушенный Потом в духовку Ставишь на 40 минут Да-да-да И значит Кюшаешь потом Чебу пели Но Сейчас вокруг Шлемов Виртуальной Я даже не могу Назвать это Виртуальной реальностью Это не виртуальной Реальности Просто шлем Кучий Это на самом деле В 95-ом году Был такой же VFX1 От которого Все Охреневали И бонус С Гавомером В Атвенте Такие Виртуальные реальнии Это экран Это не виртуальные реальнии Это экран Который тебе в еб** Экран в еб** Да Экран в еб** Не в VR А Э В Э В Е В Эбло Ээ Тем не менее Успех Я уверен Какой-то Стартовый У этого будет Но скорее всего Этот успех Конвертируясь В деньги Он будет направлен На дальнейшее развитие Поэтому Ждать Каких-то откровений От того же Самого PSVR Ну я не стал бы Но Resident Evil 7 От PSVR Нет Потому что Там люди Ну грубо говоря У него кстати Можно будет играть И в VR Как слышь Он везде Издается Вдруг Да Опа То есть На боксе На боксе Я поиграю В результате Это эксклюзивно Для VR VR Это как В свое время Этот Second Screen Айпады И так далее Типа Дополни свою Эксперинность Кобыли пятой ноги И там будет В какая-то катсцене Тебе будет написано Наденьте шлем VR Если вы не наденете Шлем VR То вы пидор Да Там есть Обычно Такое Именно Для того чтобы люди покупали Что этот сегмент Вам не доступен Потому что У вас нет шлема PlayStation VR И так далее Поэтому в любом случае Пушат тебя для того Чтобы ты все это купил Они будут Но сейчас На текущий момент Зависит все исключительно От контента Если контент Если кто-то придумает Такой контент За который народ Захочется платить деньги Они обязательно Я думаю придумают Потому что Я с радостью сам В таком случае Плачу денег Да И мы в любом случае В какой-то момент Я думаю Что будет какой-то щелчок Я себе заказал Кстати Я у перевоза Тогда взял Этот Cardboard Ну вот И Как его Я почему-то Там не нашел Никакого хрени Которая наглую одевается Да Это надо Одной рукой держать Да Одной рукой держать Это же Cardboard Реально Да Я заказался За 999 рублей То же самое Только с Только с резиночкой Ну вот Поэтому буду смотреть Мне понравилось Я посмотрел Ну скачал Базовое приложение Мне понравилось Возможно Кстати Для этого придется Опять купить Новый смартфон Потому что Я купил себе Samsung А5 Пока Дико Доволен Но он явно Не Ну короче Не топовый Поэтому я не думаю Что он будет Поддерживать Все это дерьмо Компьютеры Тоже для VR Процессорные мощности Вы видели Это дерьмо Рюкзак Asus Рюкзак Или не Asus Это полный кошмар Это полный кошмар Это было на PC конференции Когда вышла Короче Здоровенная Черная женщина Такая Хорошая Красивая Ну можно и так сказать Она выглядела Как Женщина Охотник за привидениями Хорошая Красивая Вот У нее сзади Короче Какой-то Рюкзак Да И куча всяких Да Куча устройств И проводов Вот И VR шлем Ну то есть Да Это тот самый Мобильный Мобильный VR механизм Ну там один вопрос На самом деле Это Насколько его хватает Ну представь себе Без подзаряд Какая там нужна батарея То есть по сути По сути Вот этот же костюм Только ты еще в розетку Должен быть включен Это все еще далеко Вот это еще далеко Потому что Это извращение уже Это извращение Это просто такая Инженерная мысль Потому что Будущее В будущем Когда это все станет Реально И классно сделано Оно будет базироваться Именно на этом прототипе Просто в текущем Скорее всего это концепт Технология Из Not There К сожалению Как в 90 Каком-то В 95 Вы же понимаете Да Вот как раз Петя был прав Прошло больше 20 лет Но все еще там Что к виртуальной реальности Мы подступаем Такими волнами То есть это не первый штурм Этой виртуальной реальности И в принципе Он К сожалению К сожалению Выглядит Очень похоже На то Что Очень похоже И все так же С кучей Знаков Газонокосильщика Еще есть тема О том Что очень давно На самом деле Ничего нового У нас не происходит Новое поколение Когда вышло Консолей Как бы Было воспринято Прохладно Несмотря на то Что все купили Потому что Сейчас в принципе Покупать девайсы Это модно И молодежно Как Так сказать Apple всех научил Но Суть-то Одна и та же И ничего нового То есть Когда был Там Xbox 360 И PS И X1 Это И даже Когда был Xbox 1 И X360 Это были Ну Это был скачок Достаточно серьезный В начале Когда уже X360 И X1 Ну типа Сделали Грубо говоря Разрешение Получше Это конечно здорово И все круто выглядит Никто ничего не говорит Но Прям Такого Как Все думали Что MMO В какой-то момент Просто Опрокинет Грубо говоря Всю индустрию И все будут На MMO Не произошло Не произошло В итоге ММО По сути Не ММО Нормально ММО В отдельный Жанр Просто Околились ММО Все равно Онлайн Игры Больше денег Зарабатывают Гораздо Чет Сорян Я просто Неправильно Выразился Я имел ММО МРПГ То есть По сути Они окухлились В общем-то Ну Просто Да Типа Тоже Застой Определенный Да Мы все думали Что Мы в итоге Уйдем ММО МРПГ То есть Огромные миры Где у тебя Будет Куча возможностей Second Life Да В итоге Выяснилось Что На самом деле Не это Людям нужно То есть Сейчас Это Это Людям Нужно Это Нужно Обратите Внимание Например На сенсационную Ну Как бы Сенсационную Пресс-конференцию PlayStation Ну да Обратите внимание На то Что Ну Помимо того Что это было В принципе Крутое шоу Это была Какая-то Там Контент был В очень Аутскульном Формате Там все было Супер Аутскульно Там было Все супер Аутскульно Но что важно Там все было Очень похоже На кино Во-первых И оно все было Какое-то Трогательное Но все касалось Кратос с ребенком Байкер с бабой Дроматурги Норман Ридус с ребенком То есть Это все было Трогательно Не просто Вау Из пулемета Стреляю А типа Это было круто Именно в плане Эмоций Это означает Что Людям нужны Эмоции И именно Это вызвало Больше Технологически Просто Нету мысли Кроме VR Мы пока Все равно В каком-то Замкнутом Пространстве А в Дроматурге Естественно Всегда есть Если есть Талантливые люди Пока есть Талантливые люди Ну это нормально Мне нравится Что пока Нет такого скачка Потому что Мне кажется Я до сих пор Уверен Что и 8 бит И 16 бит До конца Они разработали Если честно Потому что Мы до сих пор Видим огромное количество Псевдо Псевдо Пиксель Реверка Да Который Так на то это и псевдо Вот Но тем не менее Все равно Что там с одной стороны 8 битная графика А с другой стороны Там движок Бенуральный звук Короче 3D океан Какой-нибудь плавает Я с тобой Я с тобой согласен С одной стороны С другой стороны Что Есть куда расти Именно в плане Искусство Доматургии Ладно Ты пас 4 Ты берешь себе Урод Что Я вот не уверен Кстати Вот Хороший вопрос Берешь ли ты себе Пс4 Единственный человек В этой комнате Которого нет Пс4 А теперь вопрос Пс4 Или пс4 Нео Пс4 Нео Пока еще Нюансировано И скорее всего Выйдет В следующем году Как раз Когда выйдет Horizon Вот это вот Все Самое красивое Если ты так Ставишь вопрос Все Классные игры Которые мы видели God of War Харайд Они все выходят завтра Вот именно что Завтра Вот именно что Все октябрь и ноябрь Нет Нет В том-то и дело Почему все ржали Короче Все противники Сони Все противники Сони Хихикали Опять что Дескать Классно Все здорово Все здорово Но типа Осенью Держитесь Классно Игр нет Вот все Все игры От которых мы охренели Они все не на эту осень А Ротов Вот Поэтому Но надо сказать Что другие Игры не показали Извините Поэтому Да все показали Да Что показали Короче Ладно Что показали Что показали Сейчас не об этом Короче Именно об этом Нет Игр было Игр было много Везде у всех Но На этого Minecraft На 25 минут Который я просто Я уйти хочу отсюда Расскажи какие игры Это самое Слушай Герзы 4 Очень хорошо Браталы Герзы 4 Показали год назад Нет А как они выглядели год назад И как сейчас Да мы в бета уже играли Сука Мультиплеер Это две разные игры Герзы Окей Это две разные игры Форса Классная Форса Хорайзер Классная Еще 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 Рекорд Понятно Все Мы скатываем все уже Год 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 Нет Год Нет Имеется ввиду Что Короче Ты тоже не говорит Что Майкроссовта Майкроссовта Была плохая Прессуха Хорошая Прессуха Давайте обсудим Project Scorper Мне понравилось Давайте обсудим Знаете что Сони Ты заценил Сони Прекрасная Все Ви Только у меня один вопрос PlayStation 4 Или следующая Следующая конечно Ну вот и все Скорее всего будет все совместимо Туда сюда Но не важно Это мы же еще не знаем Будет ли следующая Понимаешь Все знали По поводу Социальных Вот этих вот историй Ты видел вообще Я просто пошел Они показали так Кратко Мельком На пресс-конференции Кто Дед пихтой Бабкой с пистолетом Кто Кто Иксбокс Новый Нет Свои новые Вот эти Новую оболочку Внутреннюю Там же все вообще Бест Ты понимаешь Они делают Свою социальную сеть Во-первых Фактически Которая наконец Иксбокс Лайф Уже в общем-то Да Но теперь она Наконец-то Не ограничивается Типа добавить Друзья И посмотреть Лейтест трейлеры От Виктора Зуева Теперь ты можешь Типа там Ставить теги Что им Допустим Группа Дивижн Том Кленсис Вот это вот Стандартная хуйня Если ты заходишь В нашу Закрытую Элитную Гильдию Кровавой Фалосы И там типа Кто сегодня будет Ой я буду Ну давайте В 23.30 Ой я на час Опоздал домой То есть теперь Это можно делать Наконец-то Не как в Фейсбуке Да И более того Сортировать Прямо на консоли Сортировать грамотно Типа Там из серии Мат окей Мат не окей Сортировка Типа для нубов Не для нубов Поможем новым игрокам Типа протащим Короче Такой-то рейт Секой-то рейт Там типа Ну то есть Супер много тегов Которые Как создаются пользователями Так и есть уже в системе Относительно игры какой-то Допустим Они уместны в Дивижн Конкретно какие-то теги Даркзон Такой-то левел Там и прочее И наконец-то Сука Я перестану Ждать вас всех Короче В Фейсбуке Пока вы проснетесь С твоего Алкоугара Вот этого Понимали И начнем играть Это как бы Что касается Иксбокса То есть Все же такие Типа Иксбокс Показал Иксбокс 1С 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 Бухгалтерий Да И Project Scorpio И все Естественно По инерции Начали ждать Ответного удара От PlayStation Потому что Собирались показать PlayStation Neo Или там Четыре с половиной Или как она будет называться Нассать Но они этого не сделали И все такие Типа А потом такие Аааа Ну то есть Мне кажется Они по-моему Все равно же анонсировали Да что будет А она выйдет Причем в этом Сука году Афишили Афишили Да Ну вот Кажется что это была И тоже победа Потому что Но саней В данном случае Еще более бдительная Потому что Им даже не нужно Увернулись Да Им даже не нужно было Потому что Соня Надо сказать что Соня Что Соня точно делает хорошо Так это железяки PSV2 Там PSP Все купили И так далее По PSV2 Короче сейчас мимо ходили По поводу того Что Да да Все понятно Где PSV2 Где Игры Где PSV2 Что продали же Всем же продали Там 3 года подряд Продали 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 железку без игр Классно Нет Я восхищен На PSV2 Я уверен Что Вот бы мне так же сумели Я уверен Что на PSV2 Они заработали Как минимум Потому что Для мобильных платформ Сейчас куча Всяких Телефоны же делаются На тех же самых Заводах Все можно сделать Кстати Есть слушок Что Вот Новые консоли И PS Neo И Scorpio Будут продаваться Уже без Той самой Скидки На железо Которую они делали До этого Объясняю Потому что Они продавали Раньше Исключительно Железо Прямо вот По сути По себестоимости Ради того Иногда ниже Для того Чтобы зарабатывать На софте Мы много раз Говорили о том Что Посадить всех Условно Консоли держатели Не зарабатывают На продаже Консоли Там тоже Там все Посадить на свое Железо А потом Продавать на софте Но Сложнее Потому что Есть технологические Процессы Когда Консоль новая У тебя все Оборудование Стоит Ну то есть Все дорого У тебя Консоль У тебя High end Так сказать Компонент А через три года А через три года Уже Это не High end Компонент Уже Пожалуйста Везде Скидочки И так далее Меньше Через три года Я думаю Я помню Когда я купил Пентюм 166 Был в магазинах Так вот Говорят Что И Нео И Скорпио Это будут Тот Случай Когда они Будут Продаваться И зарабатывать Пытаться На железе Вы же Помните Это будут Реально Очень дорогие Консоли Фраза Фила Спенсера О том Что Добро пожаловать В будущее Без поколений И прочее То есть Существует И в Project Scorpio Нет слова Xbox То есть Они типа Съезжают С гонки Консолей То есть Такие Ну у них По сути Они вокруг Windows 10 В Windows 10 Формируют Некую систему Какую И зачем Нужен Project Scorpio Я играю на ПК Я же всегда Играю на ПК Виктор Ну Георгий Играет на ПК В Цезарь 3 И я играю на ПК А ты нет Ты ходишь Ты хочешь Играть на Консоли Да На консоли Но Гоша играет На мощнейшем ПК А ты обламываешься Потому что Тебя Xbox One 720p Короче Такой Но Вы играете вместе Потому что Плей Эннивер И тут у тебя Есть Project Scorpio Который Типа Ты решился Экономить место На столе На системном блоке На мониторе Компьютере Клайдере Кресле Типа И купил себе Консоль Которая В охуевшем 4К Тебе Делает то же самое Ну то есть Это такая Steam машин Которую хотели сделать Но не сделали Да Да И они же в итоге Опередили Они же опередили В итоге Они сделали Steam машину Но в итоге Они сами В итоге Обосрали эту идею Потому что Когда ты можешь Зайти в Steam Можешь кликнуть На купить Steam машину И ты увидишь там 150 предложений От 15 тысяч До 500 тысяч И вопрос у тебя Какую покупать Какую покупать То есть явно Что Steam машина За 15 тысяч И машина за 500 тысяч У них явно Есть какие-то Наверняка Различия Наверняка Наверное И ты такой Какого хера Ну то есть Где Что мне брать Вот И вот если брать Какую-то Ну что собственно Майкрософт тоже Много говорил Что они хотят И разработчиков тоже И разработчики об этом Ну тоже говорили И жаловались В этом смысле Что Майкрософт Хочет их загнать В некую систему И сказать Ребят Вот есть такие требования Вот все Дальше их Вы не выходите Кстати Насчет требований Из-за Загон И про бесшовный Мир Сраный И сталкер 3 Короче Вот здесь Вот ограничивается В этой коробке Которая на 40% Известна Меньше чем Именно 95 Ну нет Мы не знаем Как выглядеть Скорбе Ты сейчас Про 11 Бугасерию Шутишь Есть еще Кроме объективных Коммерческих Преимуществ Там и так далее И всякого дерьма Которые народ Демонстрирует Хорошечно На котором Ребята Заработают Еще есть такая Типа сегмент Грубо говоря Перформансов На выставке Который называется Образно Вау-эффект Вот у нас Был Гололенс Который был На мой взгляд За последние 3 года Самым крутым Почему был Вау-эффект Потому что не было В этом году Его Зато весь инстаграм У меня в Каринах Лавушкинах Которые попробовали Голами Гололенс Да Все понятно Короче Гололенс Очень Очень просто Очень круто И я жду от Майкрософта Что все-таки Вот все эти Project Scorpio Короче Новый Xbox Общая Инфраструктура Это Межплатформенные Грубо говоря Сервера И так далее Все классно Но Короче Дайте мне Гололенс Нет Нет Дайте Вообще Реализуйте Это Реализуйте Это В какой-то Короче Обтекаемой Форме Дайте Какое-то Решение Которое Вот Потому что Нет На самом деле Вот вы Короче Устанавливаете Приложение Или вы Покупаете Железяку Или я не знаю Идете к другу Или коннектитесь Короче К спутнику Я понял Никто не понимает Что такое Гололенс Пока что Нет Я вообще Не про Гололенс Я просто Говорю про Вау-эффект То что Гололенс Был крутым Вау-эффектом Я говорю Наоборот И остается Да Хорошо У Майкрософта Есть Межплатформенные У Майкрософта Есть Иксбокс Сам Майкрософт Виндус Бабло У них есть Бабло Если так далее Бабло Сделай что-нибудь Уже Со своим баблом Да Сколько можно С этим Икс 360 По сути Ничего не изменилось С 360 Реально Чуваки делают Там даже Ну короче Даже Нинтендо Понимаешь Сделал что-то свое Ты делаешь Все то же самое Что и было Кинект Короче Кинект Да все время Вот кинект Это был Грубо говоря Коммерческий прорыв На мой взгляд Который Очень круто Даже не На Гейминг повлиял А просто повлиял То есть это Считыватель движения И так далее Круто Везде используют Да И уже используют Кроме игр Только А так да А в играх да Хорошие А в играх да Что-то хорошее Они сделали Ну просто Столько у тебя Входных данных Охренных Которых у Sony Просто де-факто Не может быть Потому что Sony Не такая компания Так об этом и речь Так б*** Смелай уже Сколько можно Б***ь Мне этот X1-то пихает А знаешь что Сегодня у нас Новость была Про то что Майкрософт Например С В совместной Компанией Кайнд Разрабатывают Софт Для контроля Совместно С государством Оборота Легальной Марихуаны Вот так вот Майкрософт Один Это первая Крупная компания Одинэс Марихуана Да Фактически Фактически Нет Одинэс Бухгалтерия Xbox Weed Нет Да Приложение Для Xbox One Нормально Да Одинэс Бухгалтерия Зелень Не знаю Одинэс Стоун Один Стоун Просто Короче Главное Открытие Выставки Е3 Для меня Это группа Super Soul Brothers На самом деле Super Soul Супер Soul Bros Чуваки Я случайно Попал на их концерт Они играли Рядом Я собственно Шел от Ноуте Америка И зашел Понятно Что ты ошивался Понятно Естественно Вокруг какого Стэнда Где еще Где ты время провел Все три дня Да И они играли Концерт Они играют Восьмибитные Кавера на Восьмибитные Всякие Классические Темы Но Это не просто Знаешь Скотта Восьмибитный Кавер Просто чуваки Переигрывают Тему из Марио Как она есть Они играют В такой Джазово Фанково Соловой То есть она Звучит не как В оригинале Она звучит Реально как Джаз Очень круто Я Предполагаю Что они Сейчас играют У нас Фоном Восьмибитные Каверы Довольно Трудно Слушать Так Просто Фоном Если ты Не сильно Увлеченный Чувак А это Прямо Такой И у них Это прям Бенд Типа шесть человек С духовыми Со всей фигней И я почитал У них на сайте Историю Они все Выпускники Всей хуйни Играли Со всей хуйной И у них Очень точное Описание Что типа Представьте себе Если бы Херби Хэнк Играл музыку Из игр Для Супер Нинтендо То есть это Прямо вот оно Поэтому Супер Солбрадерс Вообще не обсудили Супер Нинтендо Вообще Новую платформу От Нинтендо Они ее представили И то что Показывали Игру Для несуществующей Платформы И она Собрала Наибольшее Количество Зельду Зельду Да А они показали Давайте По самым Лучшим По самым Ожидаемым Играм Выставки Пройдемся Потому что То что Упоминал Сейчас добро Это на самом деле Общедоступная Диаграмма Она есть В интернете Хорошо Можно посмотреть Сколько Упоминаний Просто в социальных сетях В течении Е3 Было У какой игры На первом месте Зельда С огромным С двойным отрывом На первом месте После нее На втором месте От кого Это Battlefield 1 Да Я поиграл В Battlefield 1 Так Это реально Просто Супер Супер игра Я хочу в нее играть Всегда Это просто Сука Просто сука Реально Просто сука Я летал на самолете Спиливал деревья Крыльями Как положено Battlefield Если не умеешь Мне кстати После Star Wars Battlefront Который я достаточно Ну как минимум Там 4-50 Я в нее поиграл Ну как-то Короче не стоит Особо На Battlefield Потому что Для Звездной войны Уже есть А это фактически И есть Battlefront Только про Первую мировую То есть она не похожа На реалистичный Ну понятно То есть это такое кино Войнушка Только без русских И французов И с газовой атакой Это удивительно Вообще Первая мировая Без русских И французов Снегра на обложке Слушай Ну я правильно понимаю Что чернокожие парни воевали В Первой мировой войне В принципе да Но именно кстати На стороне французов У них был там Легион там Да Берберов Вот Но французов нет То есть их нет В оригинальной версии Их нет То есть русских И французов Добавят С помощью DLC Вот А в оригинале Их нет И поэтому Чернокожие на обложке Ну это такая Короче Вольность определенная Дань Времени Ну окей Что делать Должен быть Хемингуэй Как-нибудь на обложке Я считаю Ну ладно Короче Проехали Циву шестую посмотрю Да И я посмотрю Я не поиграл Играть не давали Я посмотрел Все Видео Которые есть В ютубе На этот счет И я просто Вов... Да-да-да Я в восторге Очень круто Вот Beyond Dirt Когда я видел Когда показывали В прошлых годах На прошлом и 3 До релиза Beyond Dirt Я пошел Посмотрел на Beyond Dirt Выглядело очень красиво И так далее Я с удовольствием Там Купил Начал играть Но что-то не зашло Совсем не зашло Совсем про другое Что-то Играть за без... Тут ты играешь За какую-то нацию У тебя есть какой-то Национальный колорит Там вообще все безликие Абсолютные террасы И так далее Подожди А как же? Славянский союз Не, все понятно Наукоградом Они все Ну более или менее Они выглядят одинаково И там Ну там ничего Ты сам конструируешь Там же типа Тоже до определенной моди То что ты конструируешь Славянский союз Да Корабли Там Воинов своих И так далее Абгрейдишь И так далее Ну короче Было окей Но меня что-то не цепануло Как вот Я вообще не тащу Сивилизация Сивилизация 6 Просто лучшая Потому что во-первых Они слегка Изменили визуальный стиль Нихера себе Слегка Но на самом деле Если Она стала похожа на Сим-Сити на самом деле Чуть-чуть Да Чуть-чуть Именно вот в этих мелких Это очень круто Потому что в Сим-Сити Это очень детализированная Очень круто То что если раньше У тебя вот этот твой городок То есть ты по сути Цивилизация Как мы много Как я много раз говорил Оставляла Огромный простор Для воображения Что вот у тебя там Реки Горы Там и так далее Да это неплохо И здесь тоже это остается Но в данном случае Опять же Ты строишь Биг Бен У тебя Ёбаный Биг Бен Вот стоит он здесь То есть для как бы Шесть Для варгейминга Про гексагоны Это конечно Я считаю Огромный шаг вперед И очень правильное решение То что они решили Вынести все из города И короче Это все по карте Ну и потенциал Что будет война в городе То есть город Нужно будет брать Ни одной Ни одним ходом А это будет сначала Ты аутскерс Что называется Да-да-да Ты берешь окраины И главное Что ты подходишь Условно к центру Больше риска Больше риска То есть у тебя же Все это разрушает Все эти ресурсы У тебя если раньше Ты разучили фирму Подавись Да, то есть бой за город Это будет прямо Началось Не, и вообще Это там еще Про Взаимодействие между нациями О том что если Там можно поставить Рандомные Типа Characters То что у тебя Допустим Твои противники У них свой набор черт Грубо говоря Ну вот А так У каждого У каждого Противника твоего Есть какая-то Одна Открытая Особенность Что, типа, там, чувак, допустим, Клеопатра, ну, как вот в видео по И3, что Клеопатра, она любит... Шлюха. Шлюха и любит тех, у кого сильные... Большие... Большие армии. Так. Ну вот, а если... А если у тебя слабая армия, и она любит дружить и заключать союзы с тем, у кого хорошая армия, а если у тебя слабая, то она на тебя будет выебываться, нарочно будет на тебя выебываться. Или ты ничего не сможешь делать, тебе нужно, короче, срочно что-то с армией делать, чтобы она перестала на тебя выебываться. Есть еще одна скрытая черта, которая... Вот про это я еще не очень понял, но, короче, судя по всему, у каждого будет своя скрытая агенда. Да, ну вы же понимаете, что, условно, рядом будет соседствовать Ганди, который любит дружить с теми, у кого слабая армия. Да, да. И получается, что у тебя не будет такого, как раньше мы привыкли, что со всеми заключил, и сидишь строишь, короче, ядерную бомбу, чтобы всех за***ть в цивилизации. Да, 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 да. Здесь тебе придется, короче, ты понимаешь, что, короче, либо дружить с Плеопатрой, либо воюй и ждать. Это зависит, то есть, во-первых, то есть несколько, получается, слоев стратегических, то есть если ты ставишь галочку на то, что у всех аутентичные корректоры, если ты знаешь... По-моему, там есть описание даже этих агентов, грубо говоря, типа, кто за что, кто чего любит и кто чего не любит. Ну вот, и ты, как бы, смотришь, какие у тебя противники, соответствуешь, непонятно. Сейчас пока еще только объявляют, но вроде как мы все будем, там... Не, понятно, понятно, то есть там вопрос с Ленин, что Сталин... Да, да, да. Мы помним старую цивилизацию с товарищем Сталином, потом была Екатерина. Да, они берут колоритных, типа, личностей, они говорят, что, ну, короче, в общем, даже Ленин может быть, мне кажется. Короче, не знаю, посмотрим, но... Иван Грозный. Иван Грозный, опять же. Да у нас мало, что ли, было крутых... Да, Рен, все были крутые. Пятер Первый, то есть, мне кажется, что там... Пятер Первый был. Вот, вот-вот. Нет, я помню Екатеринова. Там был Пятер Первый, просто, ну, типа, там было... Там можно было выбирать, по-моему, в Четвертой цивилизации. А, можно было выбирать пол. Да, 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 может сказать. Но это круто, это, на самом деле, прикинь, такой, кого назначат лидером твоей страны в Цивилизации 6? То есть, и все сидят такие, типа, замерев такие, господи, скоро объявят, нам нужно быть готовыми к этому. Крутые, всякие крутые CGI, там, все замечательно. Самое большое изменение о том, что, да, типа, вынесли сам город за пределы вот этой одной клетки. Все визуально... Мультяшное. На самом деле, похоже на вот эту цивилизацию, которая для... Да, революши, революши, да. Она для Vita выходила, для PS, да. Да, короче, смысл в том, что у вас есть эти кварталы, на которых вы строите соответствующие чудеса зданий. Они прямо появляются. Кварталы. Да, да, появляются у вас на карте. Появляются на карте чудеса света, появляются... Ну, как бы, юниты понятны. В общем, Цивилизация 5, переосмысленная, в улучшенном виде, на мой взгляд, с более приятной графикой. Цивилизация, это прям... Да, это мать всех игр. Это мать всех игр, потому что, господи, в первую цивилизацию... Я даже сейчас боюсь вспомнить год, когда я в неё играл. 91-й. Это, да, это какой-то страшный год, когда я играл в первую цивилизацию. Страшный, 91-й был непростой. Ну, в общем, да, непростой, непростой. Ну, то есть, Цивилизация, это настолько... Многие тогда, в 92-м году, я бы сказал, играли в цивилизацию. Цивилизацию, да, про смену режимов, там, все дела. Да, ещё там большую. Ну, то есть, короче, цивилизация — это плоть от плоти игровой индустрии Это правда Это колыбель игр просто Это колыбель вообще стратегического жанра Поэтому это настолько круто Ещё одна особенность, то что, если раньше ты выбирал политики Ну, там, деспотизм, монархия и так далее То сейчас у тебя как раз есть такая, так называемая система карточек То есть, началось То есть, ты выбираешь Началось С карточкой, мы с этим все заебали Ну, то есть, это, ну, да Короче, самое сейчас, что модное Это построить во всех стратегических играх практически Либо конструктор юнитов Либо конструктор рас Либо и то, и другое вместе Ну, короче, конструктор, конструктор, конструктор Здесь, типа, ты выбираешь форму правления То есть, монархия, там, деспотизм, прочее Феодализм и так далее У тебя есть определённый набор То есть, у тебя, допустим, есть карточки, есть, типа, там, четырёх видов Есть экономика, типа, культура, военная и wildcard Ну, короче, некие рандомные бонусы И, допустим, если у тебя гепатизм, то у тебя, там Гепатизм Одна экономика, ноль культуры, две военных В таком духе То есть, и ты составляешь, соответственно, зависит от того, какой формы ты Перевес туда Да, да, да И ты тоже, типа, у этих, как бы Ну, то есть, это не карточки, это, на самом деле, просто технологии Бонусы, бонусы Это технологии Это новая ветка технологий Ну, ты выбираешь, короче, которые Ты исследуешь тоже Отлично То есть, вот, ты не можешь, грубо говоря, демократию с нуля Поставить себе, чтобы у тебя, короче, в племени в твоём была демократия Ты можешь в какой-то момент открыть и уже добавить в свой, так сказать, набор политик Окей Там будут, короче, как-нибудь, они редактируют х*** религии, потому что вот эта тема, когда ты только развиваешь свое государство, а потом приходит проповедник и такой Вы... Пидеры Не-не-не-не, такой Ваша цивилизация... Вы вейперы Ваша, да-да-да, ваша цивилизация, короче, получила вирус вейперства и теперь все вейперы Получила 95% меньше вейперства Да-да-да Ну, ты за***л немножко, когда приходил, условно, там... Не, просто сам Я, наоборот, у меня, у меня религия всегда была И у меня все... Лучшим просто И у меня, короче, все... Как и у меня, короче, инквизитора И вы же чередико Нет, и у меня вдруг, короче, иудаизм у всех Я такой, ё*** мать, не было проблем, а, короче, с иудаизмом бороться Не, нормально, и причём же в оригинальной цивилизации не было В цивилизации пятой не было религии Она появилась только в аддонах И чувак, который... И, на самом деле, аддоны цивилизацию пятой очень преобразили На мой взгляд, в хорошую сторону И чувак, который делал эти аддоны, который был дизайнером над этими аддонами, делает цивилизацию шестой У меня вопрос А Сидмейер-то делает вообще что-то под цивилизацией? Или это он просто... Нет, короче... Он жив вообще? Свадебный генерал, да Он, а, жив, во-вторых, типа, он... Я так понимаю, что он просто... Сивкон есть, на котором народ съезжается, и там Сидмейер выступает Отдельное мероприятие международное Ну, типа, я так понимаю, что оно... Ну, понятно В студии 2K Ну, это какой-то, да, такой... Формат... 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 Формат рок-фестиваля городского Да, но я так понимаю, что Сидмейер все равно незримо, как бы, присутствует везде Во всем, что связано с цивилизацией И по-прежнему он называется... Сидмейер А, Сидмейер Ну, слушайте, Том Клэнси вообще умер, конечно Да Но дело его живет, да Но при этом делает игры Да Удивительным образом Я просто зашел на стенд 2K Почему мы начали про цивилизацию Здесь еще вот есть пункт про мафию, который мы хотели бы обсудить К сожалению, ни в цивилизацию, ни в мафию поиграть не удалось Не то, что не удалось, а были... А твои спешные цивилизации? Как? Твои спешные? Да я охуел вообще! Ну, в смысле, я очень хочу в это играть Я это в это... Я вот хочу играть в это и в батлу, например Я на... Так это правильно Вот на самом деле, это лучший выбор обычного человека Да Да Я обычный человек В смысле, что я какой-то необычный Нет Это у нас есть там какие-то рабочие задачи Там нам нужно играть Да нет Я против, мне не нужно ни во что играть На самом деле На самом деле Слава Богу Мне... Я могу Все это отключить Весь следующий год С чистой совестью Мне не надо писать никаких рецензий Играть только в цивилизацию А потом играть в батлу реально каждый вечер Нет У нас с Георгием еще есть Total War Warhammer, например Который Да Настолько хорош, насколько может быть Который тоже своего рода цивилизация Именно Ну можно сказать, да И, кстати, там есть совместный режим Поэтому, Георгий Да Дико жду Дико жду совместочки Я видишь, я ввиду своего, так сказать Нового интересного положения Не то, что у меня геморрой Но, короче Времени практически нет По звонку Давай Звонишь мне и говоришь, короче Все, гном ее выступаем Да Дико Я уже просто бегу Я просто так, как я кормящий отец Так Ты же понимаешь Я, например, открыл заново для себя хардстол на телефонах Да Ну понятно Просто у меня есть по 15 минут Святое дело У меня есть по 15 минут, когда Мне не надо никому еще принести Не надо ничего убрать Не надо ничего помыть Не надо пойти поесть Потому что ты что еще не ел? И вот это вот все Поэтому На текущий момент С большими, так сказать И с дотой тоже тяжело Потому что 40 минут беспрерывно Тяжело Потные каточки Даже, да Если это пот Ты еще и стоишь злой А режь потом на все Это Это именно так и происходит А ты же Я вообще оградился вообще От любого вот этого вот Вида развлечений Вида развлечений Которые вызывают у меня злобу Немотивированную Потому что, ну А я Причем сейчас еще У меня сместилось То есть я могу играть в доту Только типа В супер ночное время Даже не начинали Да В супер ночное время Типа после нуля часов А там после нуля часов Ну то есть реально Оставать тебе до 7 часов Нет Оставать мне не до 7 часов Надо сказать Оставать мне где-то там У них начинаются рабочие Ну короче Я в 10 где-то встаю Где-то так Короче После где-то нуля часов Реально Отбросы собираются играть в доту Если до этого еще хоть как-то То видимо Отбросы Просто понимаешь Те кто Просто гильдии Отбросы Отбросы Не суммы Отбросы Кто мы Отбросы Что мы делаем Отбрасываем Играем в доту После трех часов ночи Просто не нуля часов ночи Соответственно Те кто Ну как бы нормальные люди Они вечером Ну типа школьники даже нормальные Да Вот они вечером сели Поиграли Выиграли Закрыли Закрыли это дело Ну завтра школа Завтра школа Все дела и так далее Тоже эти отбросы Так вот это те отбросы Которым тоже завтра в школу Но они проиграли шесть подряд И они просто Шидят Они шидят Это только вот Сука Ты выбираешь что-то Выбираешься героем Сука Вот так вот Понимаешь И у тебя весь счет проходит То есть Я последнее время играю в доту Я Там можно отдельно теперь забанить звук И отдельно забанить текст Я просто всех забаню везде И дальше играю в доту Господи Наконец-то это стало можно А раньше нельзя было Раньше нельзя было текст забанить Ты был вынужден читать это Да Да Раньше можно было забанить звук Потому что если там То что периодически и психи бывают То есть ты просто запомнил Вот так вот Это как в боксе Когда кто-то играет с невыключенным киннектом Да Обычно еще играет Испанская Испанская семья Которая Девятиклассников Которая сидит прямо вот там Я представляю себе этот диван Где сидит 12 человек И все орут Сука И все ты слушаешь в наушниках И пока ты В каждой игре же по-разному Найти это меню Отключить Это не бывает универсального решения И ты такой Пока ты отключаешь Потому что это онлайн То есть тебя там в это время Ножом Ножом тебя тыкают А ты Что ты делаешь в этот момент Ты ищешь испанскую семью Сука Короче В огромном списке И ты пытаешься понять Кто Кто из этого списка Вот этих вот дурацких ников Там Фру Ёмам Фру Хэд Короче Пытаешься найти Кто из них Это испанская семья И в итоге забаниваешь всех Да В доте Типа Либо совсем отчаявшиеся После нуля часов И ты вместе с ними Либо такие же как я Ну то есть там Периодически Которые тоже всех забанили Которые тоже просто Они всех мьют Мы просто не общаемся Ну понятно что чувак нормальный Все у него хорошо А тут же В жопу Так а тут и Тиму нельзя забанить Которая на той стороне Поэтому там текст все равно тебе идет Серьезно Да и у них И у них идет И у них идет общение Эй У них идет общение друг с другом С твоей стороны такой Эй Передай вот этому Мудаку Который все замьютил Что он хуй Да Практично А ты же не понимаешь Там это не пишут Что типа вас замьют Ну как бы ты не знаешь Слышите другие люди или нет В этом как бы весь прикол И продолжаешь орать Да Продолжаешь орать на всех И так далее Ну вот и Кошмар Да чуваки которые напротив Они отвечают твоим чувакам Которых ты забанил И ты можешь только представлять о том Что твои пишут И что эти пишут На самом деле реально чат в доте Это отдельная мини игра Которая периодически гораздо более Веселая и аддиктивная чем сама дота Мне кажется нужно просто сделать Такое предложение или игру Такое чат в доте На самом деле Дота чат Вот и все Дота чат? Гринлайт Тебе рандом бота отмел Да бота блин Бота в телеграме Дота чат Заебись пацаны Бесплатная идея очередная От нашего подкаста вашего Который пишет оскорбление рандомное Каждые 15 минут Да Ты ему просто пишешь привет Или точку просто Точку Нет Я тебе говорю Подожди А может надо дота чат просто завести И туда ну нескольких модераторов Которые будут еб***ть туда все Просто каждые 5 минут Не не это автоматом должно быть Это должно быть автоматом Откуда он возьмется то? Из некой общей Excel таблицы Из некой общей Excel таблицы Набрать базу да Пополнять ее Ну короче да Не знаю Ну Гоша играет Просто короче И копирует оттуда все эти выражения Да И все Да Можем сделать Это хорошее дело Можем сделать Только не военно как это монетизировать Да никак Это просто приложение Бл***ь Дизгасен 99 рублей Дизгасен на продажу Не 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 Должно быть бесплатное приложение Бл***ь тебе Да В телеграме не надо Не надо никакого приложения Если на бота подписываешься Ты можешь б***ь Реклама там б***ь Да можешь Между выражениями такой Еб***ь твою сука му мать Не понравилось Короче И такой Матрешки от производителя Матрешки от производителя Да Ну что все Да Да Редактор субтитров А.Семкин